Дальмены Кавказа Таким деревьям дали даже соответствующее название – деревья камнееды. Эта своеобразная природная аномалия не носит постоянный характер, но ее крайне оригинальное проявление не может не обращать на себя внимания. Есть и странности, которые не так очевидны, которые выясняются только в результате всесторонних исследований. Одна из таких особенностей – это тяготение дальменов к местам активных тектонических разломов. Это действительно во многих отношениях странно. Среди сооружений человеческих дальмены относят к категории древнейших. И если это верно, то тогда совершенно непонятно, для чего в те далекие времена могла бы потребоваться такая привязка. Другой вопрос, тесно связанный с предыдущим. Как именно древние строители выявляли геоактивные зоны? Ясно, что это не могло делаться наугад. Но как это происходило практически? Идет себе древний человек, и вдруг останавливается и говорит «это здесь». Мало того, что электромагнитные аномалии в геоактивных зонах имеют краткую протяженность во времени, но их даже и при наличии компаса не так-то просто обнаружить. Но и компас появился не так давно. Так как же это делалось? А что такое геоактивные зоны? Что для них характерно? Это точки, в большинстве своем, связанные с георазломами, в которых наблюдается аномальная электромагнитная активность при микроподвижках земной коры, в периоды закатов и рассветов, в астрономически значимые дни. Но не только место расположения дальменов оказывается активным. Как оказалось, и сами дальмены тоже могут проявлять некоторую активность. Независимыми исследователями была выявлена своеобразная структура электромагнитного поля внутри дальменов, аналогичная соленоиду. А поблизости неоднократно были зафиксированы токопроводящие горизонты. Эти обстоятельства, сведенные воедино, заставляют рассматривать варианты, в которых дальмены могут служить усилителями или даже преобразователями электромагнитной активности Земли. В любом случае, у привязанности дальменов к геоактивным зонам просматривается подтекст, и он не так-то прост. Мощности сложно сконфигурированных электромагнитных полей достаточны даже для вывода из строя электроники. Так, во время одного из исследований, проводимого Алексеем Бековым, произошел интересный случай. При взрывных работах в карьере неподалеку, оборудование перегорело, как от аналога ЕМП-шока. Неоднократно также наблюдались саморазряды аккумуляторов приборов и телефонов. Имели место отказы систем позиционирования GPS. Зафиксирована и локальная потеря времени на электронных профессиональных часах Seiko и в современных смартфонах. Одним из побочных эффектов таких явлений может быть электростимуляция мозга. А это означает, что может иметь место и влияние на психофизику человека. Не исключено, что такие взаимодействия могут способствовать высвобождению в человеке и латентных способностей. Вместе с тем, дельмены невероятно гармонируют с окружением. Часто они сливаются с ним в одно целое, так что можно пройти рядом и не заметить достаточно внушительное сооружение. Еще один интересный момент выяснился в результате исследования ориентировок фасадов дельменов с учетом локальной топографии. Оказалось, что часть дельменов имеет астрономическую привязку. Они ориентированы на заход солнца в дни зимнего солнцестояния, на восход солнца в дни равноденствий. В то же время не обнаружено строгой привязки ориентировки по сторонам света. А с учетом привязки к геоактивным точкам и того, что активность таких точек совпадает с астрономически значимыми событиями, ориентировка дельменов может быть величиной многофакторной. По отношению к рельефу, дельмены в основном ориентированы вниз по склону. Однако данные, касающиеся ориентировок, еще нуждаются в дополнительных уточнениях и систематизации, поскольку встречаются и примеры обратного порядка. Есть случай, когда дельмен направлен фасадом вверх по склону. Есть и группы дельменов, стоящих на ровных плато, где склона как такового нет. Также и астрономическая привязка не всегда оказывается обоснованной. В случаях веерной или встречной направленности фасадов, говорить с однозначностью о ней также нельзя. Что касается возраста дельменов, то точные датировки по ним отсутствуют. Те, что есть, производились по культурным остаткам, найденным внутри. Согласно официальной версии, дельмены выполняли функцию гробниц. Захоронения в дельменах были обнаружены главным образом на северной стороне Кавказского хребта. Так, в 30-х годах прошлого столетия было обследовано большое количество дельменов, и в 115 из них обнаружено 240 тел, находившихся в сидячем положении. Иные дельмены были более схожи с асуариями. В этом прослеживаются странные параллели с захоронениями перуанскими. Для них выбран тот же вариант асуариев, что и для перуанских чульб. Да и обычные захоронения в Перу также выполнялись в положении сидя. Однако в большинстве своем дельмены пусты, останков в них обнаружено не было. Не исключено, что многие дельмены были превращены в гробницы и костехранилища уже гораздо позже, постдельмены протозаэроастрийский период. И не исключено, что до того у них были другие задачи. Относительно пустых дельменов нельзя сослаться на разграбление, так как кости оставались бы, а разгерметизация не приводила бы к уничтожению костей. Кроме того, кости есть и в сооружениях, изначально не имеющих герметичности. Открытым остается и вопрос о принадлежности дельменов к разным культурам, о разном авторстве. Качество сборки и выполнение деталей у многих очень высокое. Но в то же время немало сооружений, которые оставляют впечатление сделанных как подражание неким образцам и с худшим качеством. Что касается размеров кавказских дельменов, то они значительно колеблются. От весьма внушительных с многотонными плитами для стен и перекрытия до совсем крошечных. Вес плит может достигать 10, а в некоторых случаях превышает и 20 тонн. Выходы породы, пригодные для строительства, часто находятся на значительном расстоянии от места расположения дельменов. Обычно это от 1 до 5 километров, но нередко и 15-20. Есть случаи, когда карьер находился в 40 километрах. Нередко местные жители растаскивали блоки и плиты на свои нужды, поскольку других источников подходящих стройматериалов поблизости нет. Общее количество дельменов трудно оценить. Точных данных нет, а те, что есть, имеют тенденцию в сторону увеличения числа находок. По приблизительным оценкам, их может насчитываться до 3000. Большая часть среди них в той или иной мере разрушена. В более-менее целом виде сохранилось около 30% сооружений. В расположении дельменов прослеживается тенденция концентрации в определенных точках. Нередко они образуют группы одного типа и примерно одинаковых пропорций. В целом среди 1000 дельменов нет ни одной пары полностью идентичных, поэтому можно говорить о приблизительном сходстве в контексте группы. В рамках одного такого скопления можно встретить и дельмены разных групп. Так и в пределах одной области встречаются дельмены разных типов, как то плиточные и полумонолиты. Наблюдаются и дельмены, стоящие в отдалении от основной массы. При этом они представляют собой некоторое исключение. Среди особенностей конструкции кавказских дельменов можно отметить следующие моменты. Высокое качество соединений между блоками нетипичное для дельменов других регионов. Наличие технических элементов, о которых подробнее будет сказано чуть ниже, определенно избыточных при любых вариантах примитивной эксплуатации. Строгих закономерностей в геометрических соотношениях этих сооружений не прослеживается. Стоит отметить только, что в основании плиточных преобладает трапеция, задняя плита всегда несколько меньше передней. Встречаются несколько форм. Прямоугольная, трапециевидная, круглая, по некоторым источникам и граненая. По способу сооружения можно выделить несколько основных типов дельменов. Монолитные, полумонолитные или корытообразные, плиточные, составные. Самыми распространенными являются плиточные. В большинстве своем они построены из плитпесчаника толщиной от 25 до 50 см, в которых преобладает нарушение слоистости. Встречаются и дельмены из материала с выраженной ритмичностью слоев. Но они выглядят иначе. Их материал легок в обработке за счет раскалывания вдоль слоя, и это дает повод усомниться в их аутентичности. Монолитные были известны только на Черноморском побережье, от реки Пшады до реки Годли. Еще недавно их насчитывалось около 10 штук. На данный момент уцелел всего один – Волконский. Он выполнен выборкой в скальном выходе породы. Внутреннее пространство в нем не имеет правильной формы и скорее напоминает нору, что вызывает предположения об ином авторстве. Однако фасад выполнен очень качественно, и его исполнение говорит об определенных возможностях. Аналогичные сооружения в скалах есть на острове Сардиния, и кавказский дельмен-монолит имеет с ними некоторые параллели. Полумонолитные дельмены представляют отдельный тип. Они расположены достаточно широко, но в основном находятся на Черноморском побережье. Такие дельмены сделаны в теле большой глыбы. Порода в процессе изготовления вынималась не через отверстия в фасаде, а сверху. Таким же методом – выборкой породы – в них сделаны детали фасада и детали по всему периметру. В дальнейшем дельмен закупоривался плитой перекрытия. Одно из отличий полумонолитов от других типов дельменов – зачастую боковые стенки у них не имеют наклона, они вертикально расположены. И последний тип дельменов, встречающийся относительно редко – составные сооружения. Этот тип дельменов создавался из отдельных крупных блоков и отличались они высоким качеством подгонки элементов. В некоторых случаях составные дельмены имели округлую форму. Очевидно, что это существенно усложняло изготовление, но явно не останавливало строителей. Рассмотрим конструкцию на примере дельмена плиточного типа. На подушке из камня устанавливается пяточная плита. В ней сделаны пазы, в которые помещаются тыловая и фронтальная плиты. Затем в такие же пазы устанавливаются боковые плиты, после чего сверху укладывается плита перекрытия. В результате, за счет сборки по принципу шип-паз и наклона стен, создается достаточно прочная конструкция. Сами выборки пазов выполнены в виде протяженного углубления и напоминают аналогичные следы в Перу и в других регионах с полигональной кладкой. На схожесть технологий указывает также и наличие сосков, расположенных по тому же принципу, что и на перуанских полигональных блоках, внизу блоков Дромоса, дворика у фасадной части Дальмена. За счет качества стыков получался практически герметичный резервуар. Так что герметичность можно считать одним из свойств этих сооружений. Причем это свойство характерно исключительно для кавказских Дальменов. Их собратья, разнесенные по миру, такими характеристиками не обладают. На самих блоках и плитах нет следов, которые можно было бы интерпретировать как следы ударной обработки, следы пропилов или сверлений. Иногда встречаются протяженные насечки, при взгляде на которые создается впечатление, что материал снимался за один проход. Однако при работе ударной техникой выполнить углубление порядка 10 см непрерывным движением невозможно. Внутренние поверхности камер, как плиточных, так и полумонолитных Дальменов, не носят следов полировки или шлифовки. Они не более чем сглажены, убраны только крупные неровности. В целом, они обработаны лучше, нежели внешние стороны, которые нередко и вовсе оставлены в природном виде. При этом в обработке внешних сторон основное внимание уделялось фасадной части, она выравнивалась тщательнее и иногда могла снабжаться дополнительными узорами в технике барельефа. Каким образом производились и стыковались элементы конструкции между собой, да еще и с таким качеством, остается неразрешимой загадкой. Даже с помощью современных средств нелегко повторить качество стыковки. Так при переносе одного из Дальменов в ходе сборки не удалось восстановить его первоначальный вид. Пяточная плита оказалась поврежденной и в результате плиты не стали в отведенные им места столь же безупречно, как на исходном месте. Также необходимо отметить, у мегалитических сооружений всего мира не так-то и много закономерностей, которые строго соблюдаются при переходе от одного сооружения к другому, несмотря на то, что выполненные они по единому образу и территориально близко расположены. Конструктивные элементы, материалы, их форма разнятся порой кардинально. И то, что у большинства Дальменов выполнены из песчаника, к тому же с высоким содержанием сидеритов, указывает на значимый для строителей момент, когда один и тот же элемент повторяется от сооружения к сооружению, это можно расценивать как нечто основополагающее. Вернемся к их конструкции. На фасадной стороне Дальмена всегда имеется отверстие с пробкой, либо на его месте находится псевдопробка. И здесь мы снова сталкиваемся с головоломкой. Зачем было делать фальшивую пробку, да еще и в стиле орнаментированного барельефа? Это однозначно увеличивало трудозатраты, поскольку требовалось удалить свой породы со всей поверхности плиты. Замаскировать вход? Но это нелепо. Достаточно обойти Дальмен, чтобы обнаружился истинный вход. Тут не требуется особого интеллекта, тем более стоит один раз, даже случайно, обнаружить отверстие, и защита подобного рода уже работать не будет. Нечто подобное встречается и в Древнем Египте в виде ложных входов или ложных дверей. Аналогичные элементы мы встречаем и в Домус де Джанос, острова Сардиния, а также Перу, Турции и других регионах. Вполне вероятно, что все это имеет некое техническое назначение. Причем наиболее распространены фальш-пробки у полумонолитных дольменов. На плиточных дольменах они встречаются в единичных случаях. Отверстие под пробку, как правило, находится по центру, приблизительно на одной трети от высоты фасада. Однако высота не всегда строго выдержана. Пробка имеет форму конуса. Такая конструкция могла бы обеспечивать плотность стыковки. Углубления по краю отверстия также могли предназначаться для более плотной стыковки пробки и фасада. В то же время пробки бывают разных типов. Многие имеют и индивидуальные черты. Они различаются как по размерам, так и по форме набалдашников. На набалдашниках зачастую можно видеть орнаменты. Следующей конструктивной деталью дольменов является портал. Он может быть образован выступами боковых плит и плиты перекрытия, а может быть добавлен отдельно. Как правило, порталы обладали выверенной геометрией. В некоторых случаях выступающая часть плиты перекрытия подрабатывалась снизу, причем весьма значительно. Объем этих работ говорит о преднамеренности и необходимости подобного вмешательства. Можно выделить некоторые общие моменты для дольменов всех типов. Это привязка к точкам георазломов. Это особенности конструкции, качественные стыки с наличием пазов, наличие портала, особенность расположения пробки, фальшпробки, площадка в виде насыпи перед дольменом, которая в полумонолитных дольменах может быть образована выборкой породы, образующей протяженную ступень. Материал также имеет некоторые общие характеристики. Это песчаник, известковый песчаник или песчанистый известняк, известняк, метаморфическая горная порода. К ряду общих моментов нужно отнести и то, что качество стыков плит и блоков, помимо герметичности конструкции, могло также способствовать монолитности сооружения. Причем стремление к монолитности не ограничивалось, по-видимому, только лишь желанием обеспечить сооружению запас прочности и долговечности. В случае, когда имелся подходящий выход породы, создавали монолитный или полумонолитный дольмен. А когда его не было, сооружалась составная конструкция, по своим характеристикам, максимально приближенная к монолиту. И это невольно напоминает такую же тенденцию в полигональных сооружениях Перу. Что касается версии возведения дольменов, то их предостаточно, но все они в какой-то момент пасуют перед необходимостью объяснять весь комплекс накопленных фактов, которые дольменов касаются. Одной из набирающих популярность версий является та, что песчаник, особенно песчаник нарушенной слоистости, на момент строительства мог находиться в состоянии флюидолита, вязкой массы, наподобие цементного раствора. В этом случае строители могли бы порционно отливать необходимые элементы. В качестве опаубки в таком случае мог использоваться грунт, который впоследствии удалялся бы через отверстия в фасаде. Но у этой версии есть некоторые нестыковки, в том числе и на уровне логики. Например, при отливе деталей должно было происходить затекание и наплывы материала в межшовное пространство. То, что было проиллюстрировано в первой серии фильма «Следы чужих технологий». А при отливке крыши наблюдалось бы самообразование углублений под боковые плиты, но таких углублений не наблюдается. Напротив плиты зачастую имеют контррельеф, выступ в области сопряжений, и такой вариант гораздо больше подходит для подгонки в твердом состоянии. Позы в крыши, такие как на пяточной плите, существенно укрепляли бы всю конструкцию, но в преобладающем большинстве случаев их нет. Поэтому флюидолитная версия, сводящаяся по сути к аналогии бетонной отливки на базе природных материалов, при всей своей стройности имеет все же противоречие и нуждается в дополнительной проработке. В заключение хочется отметить следующее. Дальмены Кавказа – это сооружения, которые интересны не только сами по себе. Очень похоже, что при системном подходе и системных же исследованиях они могут поведать много интересного и о своих создателях, и о времени, когда их сооружали. Ответы, которые они в себе таят, могут оказаться интересными не только для энтузиастов, но важными и для всех нас. Продолжение следует...